Белый Кёльн Белый Кёльн Белый Кёльн Белый Кёльн Белый Кёльн 1-0 Тренер Феликс Мага для гостей не тетка и во втором тайме Ковачевич организует голодную атаку. Брайтен Райтер скидывает мяч под удар Берону, но сытый Клосс истощавшему Берону не товарищ. Гамбург придвинулся поближе. Кардоса выводит ненасытного Берона 1 на 1 с Клоссом и для гамбургского Гулливера вратарь становится легким десертом. 1-1 Красно-желтый Карус Руя без травмированного Хеслера играл в Мюнхене против местных долгожителей. Дряхлая оборона хозяев споткнулась во втором тайме и лучший бомбардир Бундеслиги Шон Данди увеличил свой лицевой счет. 1-0 Но прошла минута и мюнхенский аксакал Винклер задал Райтмайеру вопрос на засыпку. 1-1 Хельт бросает прорыв Швабля. Тот простреливает и обиди пиле щелкает ножницами. Райтмайер низлагает однофамильца короля футбола, оставляя африканца нищим принцем. 1-1 В шальке заглянул на огонек красно-черному Фрайбургу. Позабывший всех цирюльников Сутер в первом тайме попытался начать панихиду по гостям. 1-0 Но в шальке нашлись оптимисты. Олаф Тон лихо построил защиту Фрайбурга на зарядку. На раз-два отжимались двое. На счет три мяч у Андербрюги. И на четыре последний разрешает перевести дыхание. 1-1 Лишь начался второй тайм, как Цайр не кислым ударом достал Лемона, а нечаянный помощник Вильмац посодействовал взятию собственных ворот. 2-1 Для работы над ошибками оставалось время. И Вильмац разражается навесом. Мюльдер с аптекарской точностью скидывает на ногу Максу, и тот уравнивает весы. 2-2 Матч так и скатился бы к ничьей. Но в дело рванулся нескладный дуэт шматки Фрай. Вратарь дернул в лес, защитник под рова, а Макс пополнил свой капитал. 2-3 Фрайбург с разбитым лбом у разбитого корыта. Фортуна, отвернувшаяся от тренера Александра Ристича, принимала буксующий вердер. И на седьмой минуте Дюссельдорфец Бах смузицировал первую фугу Фортуны. Мажорное настроение дюссельдорфского наставника Войтовича мог омрачить Андреас Херцог. Но австриец, исполняя с 11 метров венский вальс фальшивил, и Фортуна поднимает голову. Сергею Юрану, проводившему свой первый матч после травмы, подыграл бременский музыкант Шульц. Образок река пришелся не вынесен меткому удару возвращенца. И во второй половине матча Фортуна продолжала заглушать нестройный вердер. Юран в подкате оставил без мяча Ватаву и помчался на свидание с Рэком. Но усатый нянь проявил излишнюю заботу о беглеце. Фенальти. И все страдания неюного вернера вылились в марафонский разбег и нехитрый удар. Вердер поспешил наказать расточительных хозяев. Файфенбергер с лета сокращает разрыв в счете. 2-1. Но главную партию в диссельдорфском хоре продолжал тянуть Юран. Его убойный удар насквозь прошел Рэка. 3-1. Юран сделал свое дело. Юран может удалиться. Но в полку душителей Вердера прибыло, когда вышедший на предпоследней минуте Нильсон исполнил последний аккорд. 4-1. Первая крупная победа Фортуны. Очередное крупное поражение Вердера. А в заснеженном ростыке сошлись аутсайдеры Ганза и Арминия. В первом тайме экзотичный Акпобори черным ударом по белому мячу открыл счет. Но Арминия недолго кусала локти. Рейна пасом на свободное место предоставил возможность защитникам любоваться пятками Риба. А Риб завершил картину для эстетов. 1-1. Во втором тайме белый мяч сменяет более контрастный. Красный. Ганза быстрее приспособилась к развлечению цвета. А невидимый для защитников Акпобори материализуется вторым голом. Нигериец мог сделать не хит-трик. Но штрафной дровосек Малата срубил беднягу под порень. Пенальти. А Байнлих оказался парень не промах. 3-1. Бесцветное поражение Армении. А Гладбакская Баруся, скатившаяся на 17 место, принимала Красный Дуйсбург. Неделю назад обыгравший лидировавший Штутберг. Блеклые хозяева не забивали в последних четырех матчах. Не отличились и в этом. А на последних минутах гладбакский добряк Нойн презентовал мячом Марины. 0-1. И благодарный крепыш становится самолетом. В футбольном клубе матч недели. Лидеры Штутгарт и Бавария столкнулись лбами. После одной из челобитных атак Штутгарта Хагнер вечерним звоном будоражит штангу ворот Баварии. Тревожный колокольчик отзвучал. И навес Баслера находит штрафной рециттели. Валявшийся в ногах Бертель как бы невзначай играет рукой. Зоркий судья отметает условности. И Баслер с пенальти разводит Вольфорта и мяч по разным углам. 0-1. А в конце тайма Циге на стаирской дистанции оставили последние силы. И воротаря Штутгарта он обмануть уже не смог. Тренер хозяев Иоахим Лев светской походкой прогуливался в ожидании второго тайма. В котором Баслер, унизив Верлата, учинил очередное испытание Вольфорту. Но вратарь Штутгарта Волком выиграл мяч из-под ног баварца. А вскоре оскорбленный Верлат разряжается с 30 метров. И Кан непостижимыми телодвижениями ликвидирует угрозу. Ну и гуттаперчевый вратарь не спас Баварию, когда штутгардский треугольник вывел на удар настырного Верлата. Голландец с 5 метров слепил гол и статую из Кана. 1-1. Штутгард и Бавария разбогатели ненамного. А тем временем Байер за тур до зимних каникул красуется на первой строчке. Но равенство очков с Баварией не обещает ливеркузенцам спокойной жизни. А Штутгард и Дортмундская Барусия могут использовать любую осетку. Верхнюю часть таблицы вернулся Шальке, а внизу бег на месте. Аутсайдеры, чередуя победы с поражениями, высоко не парят, но и ниже Фрайбурга не падают.